За службу в МЧС его прозвали главным спасателем Каменского района. Сейчас Сергей Умяров тоже в каком-то смысле спасатель. Политика Камня уже давно смахивает на сериал. В предыдущей серии мы рассказывали о выборах и о главы района. Из двух кандидатур, Гордиенко и Умяров, депутаты выбрали Умярова. На Гордиенко у них индивидуальная непереносимость. Выборы были необходимы, чтобы наконец подать тепло, запустить конкурсные процедуры на главу района. Однако после избрания Умяров сразу написал отказ от новой должности. Одной из причин, по которой он отказывался, не хотел, чтобы его кандидатура вообще рассматривалась, у него нет электронной цифровой подписи, поэтому он не вправе подписывать часть документов. Сдавать отчеты, подписывать в финуправлении, выделение зарплаты сотрудникам администрации, бюджетникам. По всей видимости, Сергей Умяров оказался далеким от политических игрищ и интриг. И все же новый ИО район решил не срывать отопительный сезон своим самоотводом. В целях недопущения срыва отопительного сезона вынужден приступить к исполнению полномочий до 10 октября 2020 года. В настоящий момент мной подписано постановление о начале отопительного сезона с 30 сентября 2020 года. Каменские теплосети, а также котельные сельских поселений готовы к запуску. На площадке находится необходимый запас угля. Спокойная жизнь продлится до 10 октября. Далее депутатам вновь придется назначить выборы ИО. По словам экспертов, все политические козни Каменского района упираются в амбиции депутатского корпуса. Взаимное обвинение, срывы сессий. Так, 25 сентября конкурсная комиссия должна была начать собеседование потенциальных кандидатов на главу района. Но в администрации объявили о пожаре. Гордиенко сорвала, объявив ложную тревогу пожарную, сорвала заседание конкурсной комиссии. Они найдут тысячу причин для того, чтобы затягивать конкурс. Ну, цыгане, гармошка, пожар, поносы, извините, золотуха. И следующая возможность затянуть конкурс, может быть, ковид. Сейчас на главу района претендует 12 человек. Трое из них – жители Барнаула. И, похоже, каменцам уже все равно свой или чужой. Интересна именно кандидатура Дмитрия Ворсина, который является депутатом Барнаульской городской думы, но при этом он еще и на постоянной основе в Барнаульской городской думе работает. То есть человек все равно с богатым муниципальным опытом и еще и представители оппозиционной партии. Участие представителей ЛДПР – это достаточно ярко и интересно. Примерно месяц уйдет на все конкурсные процедуры. Если все пойдет по плану, то уже в конце октября у самого скандального района в крае появится новый глава. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.